Какой вопрос у вас? Да, вопрос такой. Я больше года хожу в Глашуну и вот готовлюсь к окрещению. Но вот есть такой, когда отвечаю на вопрос, есть один такой камень предкновения. Это посты. Я уже говорил не раз, что меня мучает этот пост и сильно истощает физически. И у меня в связи с этим вопрос. Вот я разговариваю с братьями. Брат Михаил сказал, что обязательно нужно креститься после крещения. Наоборот, все эти препятствия уйдут. Но у меня есть страх, что все-таки я приму истинное крещение и опять скачусь на старую, так сказать, на старую блеотину, когда опять буду избегать, просить послабления и в этом роде. Вот хотел услышать ваше мнение. Какие послабления могут быть? Когда все это на пользу человеку. Вот у нас пост ребенка был. Как только мать от груди отсаживает ребенка. А у нас было 10 детей. И ни одного больного нет. Я вот был, ну в разных местах, в монастыре жил, в армии, в тюрьме, в лагере. И по милости Божией в больнице после операции нигде не нарушил. В больнице, особенно после операции, привезли какую-то там манную кашу. Я говорю, а на ночем? Ну как начнем? На Малаке, а? Я говорю, сейчас пост. Да что, вам отдельно готовить будут? А я и не прошу. Осталось 5 дней, я не буду пить и есть не буду. Мне уже нажды никакой нет. О нет, они забегали там, приготовили разные, что можно есть. Я сказал, что можно. Картошку нечищенную. Они сразу приготовили там какой-то томатный сок, там еще что-то. И если человек не постится, он не христианин. Против бесов пост и молитва, это главное оружие. А я не буду оружие брать. Ну и какой ты воин без оружия. Святые отцы установили это. Если вы чувствуете, по-плоцки рассуждаете, нет, вам и крещение ничего не даст. Это грех. Вы должны подготовку вести. Вот я вел занятия в университетах, у нас подготовка шла от 3 до 5 лет. А если человек не соблюдает посты, ну он посторонний, зритель, прошел и ушел. Мы даже заявления от него никогда не принимали. Как так? Церковь установила. Христос постился, Павел, все апостолы постились, все святые постились. Зачем к этому обществу прилагаться, если у тебя, главное, утроба? Ну и живи, как свинья живет, чавки в корыте. У нас нет этого. Вообще нет. Вот сколько к нам приезжает, и ни один не сказал. А у меня были люди, которые обращались с очень высокого звания. Это не влияет никак. Вот мы здесь бываем. У меня я начальник детского лагеря. Дети. Дети из семей неверующих. Они никогда не знали, что такое пост. А я начальник, директор этого лагеря. Сам основал лагерь. 45 лет. Это не два дня. И ни разу, нигде не нарушили правила. Мы календарь смотрим. Растительное масло не разрешается. Значит, его и нет. А как? Да все хорошо готовим. Все есть. Люди, которые где-то голодомор был и прочее, они бы даже не поверили в такое богатство. Хлеба сколько хочешь, своя пекарня, мука. О чем лезть? Много что можно сделать. В определенные дни разрешается рыба. А рыбу сами ломили. Соблюдающий пост, он даже не знает, что это пост. Привычка. Пост соблюдают мусульмане до заката, когда черную нитку от белой не отличишь. Везде этот есть. Потом на себя обещать молитву, намаз. Все мировые религии держатся поста. Такое, чтобы на полный желудок. Совершенно непонятно. Это даже не вопрос. Проходите мимо. Ешьте, пейте. Вам никто не запрещает, в рот не залазит. А зачем прилипеться к христианам, если вы не ратуете об этом и не тоскуете. Другого пути спасения нет. Церковь Христова. Церковь – это любящая мать. И она установила посты. Четыре длительных поста. Семь недель перед Пасхой. И только два дня разрешается рыба за это время. Вербное воскресенье. И благовещение, если оно не на последние недели, еще и условия. Вот сейчас 14 по 28 августа будет пост. А зачем он этот пост? Он и не нужен, кажется, здесь. Тем более в деревне. Ничего. Я говорю, вот у нас в семье было сколько? Десять детей. И мы этого не знали, чтобы нарушать. Отец уж какой-то был, чуть-чуть верующий, но есть не будет. Нельзя. Вот и весь ответ. Так что, если вы Сергей, то услышали один раз, все остальное выбросьте. Эти посты. Соблюдали цари, вельможи, помещики, Имея огромное состояние, они соблюдали это. Ну иначе какой я верующий-то? Это даже смешно. Ну, неправильно немножко выразился. Именно Великий пост очень сильно истощает. Именно так-то и их соблюдают. Но вот Великий пост, он как... Ну, это они же не соблюдают. Несколько... Баптисты разные... Несколько лет подряд, да. Разные еретики, они ничего не соблюдают. Ну и что, на их ориентир держать? Куда они идут? Они не церковь, никакого отношения они не имеют в церкви. Церковь – это мать, любящая мать. Тут все установлено как надо. Вот у нас на бумажке все дни переписано. Садимся за стол. Какой день сегодня? Масло. Я как лекарство принимаю в этом году. Разрешается больному растительное масло. Больше ничего и вино. А у нас вино вообще не появляется. А он посмотрел, повар говорит, так сегодня разрешается растительное масло. Ну и по столу пошло. А этих людей-то было немало нынче. У нас только на причастие сразу 32 человека подошло. А к причастию никто не допустит, если пост не соблюдал. Организм не истощается. Достаточно хлеба. А тем более сейчас еще можно и какие-то фрукты, овощи приобрести. Все на этом. Закрываюсь. Тихо, тихо.